В 2018 году, в эпоху расцвета свинга, в композиции Honey Sockler Rose звучание становится лаконичнее, ритм становится совершенно эластичным, нарочито лениво, не поспевая за тактом. Пространный аккомпанемент состоит скорее из намеков, нежели из явного четкого ритма. Короче говоря, его стиль стал более расслабленным и превратился в свинг. Все виды синкопирования, рассмотренные до сих пор, брали равномерный такт и играли с ним, что от них ожидалось. Однако, существует еще один тип синкопирования, ужасно изощренный и чертовски красивый. Он невероятно обогатил музыку, особенно популярную и танцевальную. В следующей части мы узнаем, что же это такое. До сих пор все наши способы синкопирования заключались в сдвиге акцента с одной доли на другую. Однако, синкопирование не остановилось на этом и сделало еще один шаг вперед. Теперь взяли целиком ритмический рисунок со всеми его акцентами и наложили на другой. Такой способ называется перекрестный ритмика. И он стар, как сама Земля. По крайней мере, африканские музыканты достаточно часто пользовались им целую вечность. Перекрестный ритм играют сразу несколько барабанов. Поначалу это кажется так же сложно, как собирать гигантский судок, укатаясь на коньках. Но результат превзойдет все ожидания. Это похоже на музыкально-кробатический номер. Давайте посмотрим, как это делается. Начнем, пожалуй, с относительно простого перекрестного ритма, который даже музыкант традиционной школы, как, например, я, смог бы осилить. Здесь трехдольный ритм накладывается на двудольный. Сначала наш основной двудольный ритм. Затем сверху мы добавим трехдольный. Давайте поменяем барабаны местами, не прекращая при этом играть. Теперь вы видите, почему наши предки так горячо полюбили перекрестный ритм. Он, вероятно, броский, как бижутерия испанских колонизаторов. Однако нам не обязательно нужны барабаны, чтобы почувствовать этот рисунок три на два. Вот, например, произведение Брамса. Субтитры создавал DimaTorzok Но сочетание ритма три на два – детские шалости для африканского барабанщика. В самом простом случае используются два барабана. Хорошие, умело оркестрованные африканские барабанные ритмы могут состоять из шести и более ритмических рисунков, наложенных друг на друга, для исполнения которых нужно с десяток музыкантов, и результат получается завораживающий. Субтитры создавал DimaTorzok В наше время наложение одного ритма поверх другого обрело второе рождение с появлением одного из наиболее распространенных и значительных музыкальных направлений – рэпа. В рэпе перкуссия, часто электронная, задает основной ритм, поверх которого голос читает речитатив со своим, зачастую очень сложным, ритмическим рисунком. Его форма задается подбором слов. Субтитры создавал DimaTorzok Голос в рэпе, по сути, является перкуссией. Это можно легко продемонстрировать, взять вокал из хип-хопа и представить его в виде чистого ритмического рисунка. В композиции Hope куплет исполнен рэпером Твиста в виде речитатива, а припев, похожий на госпел, певицы Faith Evans. Когда Твиста начинает читать, то ритм уже задается не барабанами, играющими на фоне, а ритмической мощью речитатива. Давайте разберем этот ритм по частям. Ваня будет играть основной ритмический рисунок. В то время как Кузьма сыграет ритм речитатива Твиста. Сразу видно, насколько рисунок речитатива сложнее рисунка сопровождения. Если записать этот перекрестный ритм по стандартным нотным правилам, то быстро читать его будет непреодолимо трудно. Это одна из причин, почему он так редко встречается в классической музыке. Но когда классические композиторы 20 века в конце концов начали экспериментировать с наложением ритмов, у них слегка отъехала крыша. Как если бы кто-то в 60 лет впервые познал прелести секса. Русский композитор Игорь Стравинский в 1912 году сочинил балет «Весна священная», повествующий о стремлении Папа совратить девственницу, в котором, к ужасу всех его тогдашних поклонников, он добавил искусный полиритм поверх множества переплетающихся ритмических рисунков. Между тем, это, безусловно, шедевр. Между тем, это, безусловно, шедевр. Что ж, теперь наш ритмический арсенал закончен. У нас есть метр, темп, акцент, синкопирование, перекрестный ритм. Теперь мы просто обязаны поиграться с этими вещами. Нам нужно отправиться куда-нибудь в жаркое, влажное и музыкальное место, где все ритмы Африки, Европы и Латинской Америки перемешались в одном клокочущем котле. В 20 веке этим местом была Куба. Куба. В самом начале 20 века, когда в континентальной Америке рэг-тайм и блюз породили джаз, на островах Кубы стало популярным другое музыкальное направление. Оно называется «Сон». И от него отпочковалось невероятное множество видов разнообразных танцев и песен. Дансон, румба, гуакана, ямбу, босса-нова, мамба, конга, ча-ча-ча и, наконец, сальса. Эти направления имели огромное влияние, сначала в Америке, а позже в виде бесчисленных популярных стилей и во всем мире. Что же было такого привлекательного в кубинском ритме? Первое. Кубинцы смешали так любимый африканцами перекрестный ритм с европейскими гармониями и добавили к ним перкуссию местного разлива. Второе. Там есть синкопирование, которое берет свое начало из песен, в основном простых крестьянских песен, и которое так неодолимо манило к себе слушателей конца 20 века. Это синкопирование стало столь распространенным в популярной музыке, что даже как-то подзабылось ее кубинское происхождение. Оно как бы зеркальное отражение свинга и джаза. У него нет своего названия, но вот как оно действует. В джазе мы видели, как Фатс Уоллер, Луис Армстронг и другие любили немного придержать мелодию, чтобы придать ей некоторую эластичность по отношению к основному ритму, ударных или баса. В кубинских песнях эластичность направлена в другую сторону. Она опережает ритм, а не отстает от него. Могу вам продемонстрировать это на примере трех бегунов. Представьте, что средний задает общий темп и бежит равномерно. Второй бегун на внутренней дорожке старается поспеть за первым, но явно немного отстает. Второй бегун олицетворяет свинг или джаз. Бегунья номер три по другую руку по происхождению кубинка. Она немного впереди и похожа на ритм кубинских песен. В кубинских песнях две составляющих рвутся вперед – мелодия и басовая партия. Общепризнанно, и так на самом деле и есть, скачущий вперед бас – одна из главных причин, почему эти песни стали основой для такого большого разнообразия танцевальных ритмов. Ощущение, будто он подталкивает ваши ноги. Эль Гуантаном и Игнасио Пинейро – пример такой песни. Один из легендарных основателей гавайской песни. В этой песне и бас, и мелодия опережают основной ритм. Вот как звучала бы мелодия, если бы этого опережения не было. А вот так с опережением. Теперь я добавлю бас, но сначала тоже без опережения. Однако в песне бас также звучит опережение. Вот так. ПОДПИШИСЬ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ Большинство энергичных ритмов вызывают желание потанцевать, однако, услышав ритм, в жилах которого текут кубинские синкопы, усидеть невозможно. Он идеально подходит для эротичных тесных объятий кубинского танца. Если бы эта тайна была открыта лишь 11 миллионам жителей острова Куба, это было бы еще полбеды. Но сейчас миллиарды людей по всему свету кружат в танце под кубинские ритмы, даже если они этого не знают. Примерно в 60-х годах прошлого века латиноамериканская манера подталкивать мелодию вперед, как ураган, захватила популярную музыку. Сейчас, подобно кубинским, сдвинутые вперед мелодии с вокальной партией, слегка опережающей основной ритм, стали настолько привычными в популярной музыке, что без этого композиция уже выглядит чудно и убого. Попробуйте спеть вашу любимую попсовую песенку без латинских синкопов. Эта композиция «Killing me softly with a song», популярная в 70-х в исполнении Роберто Флэг и популярная в 90-х в исполнении The Fugees. Сперва послушаем ее без кубинского синкопирования. Теперь послушайте ее с легким сдвигом относительно основного ритма. Разница огромна. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА В следующей части мы завершим наше путешествие. Великий Стиви Уандер преподаст нам последний урок в мире ритма. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Латиноамериканское влияние на современную поп-музыку достигло вершины в 70-х годах благодаря творчеству одного из величайших композиторов-песенников. В период между 1972 и 1976 Стиви Уандер выпустил несколько канонических альбомов, в которых он блестяще соединил латинские ритмы с африканским соулом. Эти работы были тепло приняты публикой и оказали еще большее влияние на музыкантов того времени. С тех пор невозможно себе даже представить музыку чернокожих без тени Уандера, стоящей за всеми ритмами, которые вы слышите в современной музыке, включая рэп. В композиции «Don't you worry about a thing» из альбома «Indovisions» Стиви Уандер показывает нам мастер-класс. Здесь можно встретить все техники ритма, которые мы рассмотрели, от простого ритма до синкопированного влияния кубинских и бразильских форм танцевальной музыки, вышедшей из джаза музыки чернокожих, свинга, соула. Песня начинается с нескольких разобщенных и неравномерных аккордов пианино, короткие и отрывистые, с явными промежутками между ними. До того, как вступает барабан, основной ритм, или метр, скрыт, как мы слышали это в произведении для виолончели Дворака, Стиви Уандер играет так, что и у него, и у нас слушатели непроизвольно возникает чувство ритма, даже если его не слышно. Я запущу метроном отбивать этот метр. И теперь сыграю мелодию на пианино. Стиви Уандер очень тщательно подбирает моменты, на которые попадают аккорды. Сейчас я покажу, откуда он взял этот ритмический рисунок. Сначала нам нужно поделить метр на доли в два раза короче. Все, на первый взгляд, случайно выбранные моменты, когда звучит аккорд, попадают на эти короткие доли. У меня за спиной 16 ламп. Они изображают эти доли. Они будут загораться только, если на их долю попадает аккорд. Постепенно мелодия развивается, добавляются все больше и больше звуков, и все больше и больше этих коротких доль используются перкуссии. Мы разбили метр на доли. Теперь вступает пианино. Оно акцентирует или усиливает некоторые доли. С каждым повтором основного мотива добавляется новый инструмент. Звук наполняется, и появляется перекрестный ритм. Наконец, когда вступает вокал, мелодия сдвигается вперед относительно метра. Настоящий кубинский стиль. Без этих латиноамериканских синкоп мелодия звучала бы так. Стиви Вандер добавил в музыку немного предвкушения, и песня получилась красивой и чувственной. Музыка. 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 Я совершенно уверен, если бы Иоганн Себастьян Бах, сам большой любитель синкопировать, накладывать, смещать ритмы, услышал бы это у себя в Саксонии в 18 веке, ему бы понравилось. В конце концов, кто из живых людей может устоять перед красотой ритма? Музыка. 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 Субтитры подогнал «Симон»